Меха вне закона. Сегодня в редакцию новостей ОТС обратилась бывшая работница одного из меховых салонов Новосибирска. Женщина уверяет, изделия там продают без маркировки. Напомню, с 12 августа в России вступил в силу закон об обязательном наличии на меховых изделиях специальных идентификационных знаков. Как в салоне объяснили нарушение законодательства в сюжете Бориса Киргенекова. Магазин одежды в торговом центре Новосибирска, судя по вывеске, открылся всего месяц назад. В холле вывешены куртки, ветровки, шапки и шарфы. Но перед зеркалом одна из покупательниц примеряет шубу из мутона. В зале меховых изделий не видно. Представившись покупателями, журналисты телеканала ОТС просят продавца показать норковую шубу. Вежливая женщина ведет на склад. Объясняет, меховые изделия из-за ремонта не успели вывесить в основном зале. Примеряем одну за одной. Шубы разных фасонов и материалов. Производство Китай. Обещает скидку 20% и подарок в виде меховой жилетки. Хотя цены и так ниже рыночных. Продавец говорит, дешево, потому что на шубах нет обязательных чипов. При появлении камеры оператора не скрывает. Здесь торгуют запрещенными изделиями. Вы только что нам сказали, что вас здесь продают шубы не чипированные. То есть вся ли продукция, она не подлежит маркировке обязательно, которая введена в России 12 августа? Да. Вот человек, который рассказал о нелегальной торговле в центре Новосибирска. Женщина проработала в компании «Хатан Хаан» около двух недель. О том, что придется торговать меховыми изделиями, сначала не догадывалась. Только через несколько дней руководство компании поставило перед фактом – вот товар, его нужно продать. Женщина уволилась, свою зарплату так и не получила. Очень много просил меховых изделий. Многим людям не нравилось, когда они приходили и просили ждать по 20-30 минут. Поэтому многие уходили просто. И говорили, что у вас за секретность. Но и так же много кто покупает. При вас, к примеру, 5-7 шуб было продано? Да, было за это время. В магазине сейчас находится порядка 250-300 шуб. Часть из них висит на складе, который стал примерочной для покупателей. Другая лежит в мешках. Я продаю свои личные шубы. То есть все, сколько вы нам принесли, порядка 10, это все ваши шубы? Да, это мои шубы. А вы где их приобрели, то есть ли это в вашем личном пользовании было? Да, я их приобрела, но мне сейчас они не нравятся. Я хочу купить себе другую. А остальные продавцы тоже продают свои шубы личные? Да. Вот только по закону неважно, юрлицо или просто гражданин торгуют меховыми изделиями. Маркировка обязательно. За нарушения, штрафы и конфискация запрещенной продукции. До конца октября у предпринимателей есть время, чтобы сделать маркировку изделий. Правительство страны продлило срок. Но торговать ими, конечно же, нельзя. Многие бизнесмены сетуют. Госзнак не успевает печатать чипы. Причина в том, что с заявками коммерсанты затянули. И в начале августа массово побежали за специальными знаками. На маркировке указано, во-первых, то, что это отечественный производитель. И просто идет информация на Кизе непосредственно о модели. То есть какая-то модель. Это меховое пальто из меха мутон, размер и цвет. Если есть дополнительная какая-то комбинация, допустим, вот как идет каракульча и мутон. Вот это информация на Кизе. Ничего более. Зеленый цвет чипа – отечественный производитель. Красный – шубу привезли из-за границы. Стоимость идентификационного знака – от 15 до 22 рублей, в зависимости от типа. Успеют ли новосибирские предприниматели маркировать продукцию до 1 ноября или будут торговать на свой страх и риск – вопрос. Прецеденты конфискации в области уже были. Борис Киргенеков, Анна Скок и Андрей Дулепов. Новости ОТС.